Здравствуйте! В эфире главные спортивные события дня в студии Лев Клинов. Шестой тур чемпионата России по ганбулу женский Ростов-Дон проводит в Волгограде. В распоряжении Сергея Белицкого те же спортсменки, что и в предыдущем матче против звезды, хотя могло быть меньше. Ирина Шибанова, признанный лидер обороны донской дружины, несмотря на травму, отправилась в гости к чемпиону страны. Напомню, в прошлой встрече в стыке с Анастасией Лобач из Звенигорода Шибанова получила повреждение. Позже врачи поставили диагноз «перелом носа». Желаем нашему линейному скорее оправиться от этой неприятности и побольше здоровья. Пока главная команда разбирается на высшем уровне, молодежный состав Ростов-Дона занимается с детьми. Программа «Ганбольная семья. Равняемся на чемпионов» продолжается и в новом учебном году. На этот раз повезло ростовскому лицею номер 27. Впервые в этой школе открыли секцию «Ганбола», которая будет работать Екатерина Королева. В этой школе порядка больше тысячи человек и возраст, который устраивал бы нашу секцию, то есть это 3, 4, 5 класс. В этих классах более 20 девочек, которые нас в принципе интересуют и с ними хотели бы работать. Это хорошая такая маленькая ступень, в которой надеемся, что в дальнейшем наши тренеры смогут найти здесь маленьких звездочек, которые будут играть в команде высшей лиги, а в последующем команде суперлиги. «Ганбол» – это интересный спорт и активный, как отдых идет. И это интересно. «Мне в них нравится мячик, он такой мягкий и какой-то твердый». Более 100 учеников лицея попробовали свои силы рядом с молодыми мастерами ручного мяча, получили возможность бросить по воротам, в общем, сделали первые шаги в олимпийском спорте. Перейдем к баскетболу. Донским пантерам в Казани не удалось показать всю свою прыть в важнейшем матче финала четырех Кубка Кузина. Местная казаночка оказалась сильнее – 66-53. В составе Ростов-Дона результативнее остальных провела поединок Яна Котова. Ей удалось набрать 15 очков, сделать 7 подборов и 2 блокшота. Вот такие у нас серьезные девушки. Помните, наш девиз – не дня без спорта. До скорого!